Музыка 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 Итак, всем доброе утро, мы находимся в Солт-Лейк-Сити. Еще раз, секундочку, выключу нашу помощницу, пока буду говорить, что здесь идет дождик, прохладно достаточных градусов, 5, 6, может быть, может меньше. Мы выезжаем из него и едем, как я говорил, в Сан-Франциско. Немножко пару слов расскажу о Юте, о Солт-Лейк-Сити. В принципе, здесь много рассказывать не придется, потому что Юта отчасти похожа на Колорадо, здесь основная экономика штата – это горнодобывающая промышленность, это также добыча нефти, машиностроение, потому что здесь создается большое количество станков именно для горно-рудной промышленности. Ну и значительную долю занимает туризм, потому что вокруг Солт-Лейк-Сити сплошные горы, и здесь очень много различных лыжных курортов, оздоровительных курортов, и здесь люди отдыхают, сюда прилетают. Юта является одним из самых религиозных штатов, здесь многие сделки делаются исходя из религиозных соображений, то есть бизнес заточен под религию, и я действительно видел тут на многих грузовичках написано «Иисус Христос, спаси нас, прийди тут за нами», поэтому неудивительно, что здесь большое влияние оказывает именно церковь. Что еще хочу сказать, здесь подавляющее большинство белого населения, то есть по всему, допустим, в Чикаго доля черного населения 20-30%, то здесь я, по крайней мере, я думаю, процентов 5, если не меньше. В основном, конечно, в горных штатах, таких как Юта, Колорадо, доля черного населения меньше, и не знаю, почему, есть, видимо, какие-то объективные причины, почему черное население сюда не едет. Сейчас, опять же говорю, погода не самая приятная, дождик идет, мы пытаемся вырваться из города, пытаемся поехать сейчас на штат Невада, надеюсь, там будет тепло. По крайней мере, в последний раз, когда я там был, там было тепло. А Олимпиада в Солт-Лейк-Сити – это, наверное, единственное, почему мы знаем этот город, потому что Солт-Лейк-Сити до этого как-то не был на экранах никаких и телевизоров, но, тем не менее, именно здесь проводилась зимняя Олимпиада 2002 года, потому что город окружен большим количеством гор, и здесь, действительно, можно покататься на лыжах и провести игры. Ну, вот город, в принципе, Солт-Лейк-Сити, центр его даунтаун очень небольшой, тем не менее, изобилует высокими зданиями, а сам по себе город, видимо, видимо, я не знаю, но вытянулся очень далеко, он как такой конгломерат огромный, здесь одно двухэтажное здание, и тянутся они на десятки километров вокруг Солт-Лейк-Сити. Поэтому, как город таковой у нас, да, это там 5-70-этажные дома, здесь такого нет, но здесь только центр такой, совсем буквально несколько кварталов. Достопримечательности, я видимо, мы здесь не посетим, потому что времени не хватает. У нас сегодня очень длинный переезд, порядка 11 часов за рулем предстоит мне провести. Поэтому мы стараемся как можно быстрее выбраться из города и провести в дороге темную часть суток, как можно меньше. В общем, вот такая экономика штата Юта. И сегодня по дороге, когда я буду ехать, надеюсь, уже в Невазе, я вам расскажу про систему здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, вы узнаете много чего вы до этого и не знали, и будете удивлены. Что ж, продолжаем наше движение. Ну что, вот мы покидаем Солд-Лейк-Сити. Мы продолжаем движение по штату. Мы уже выехали, точнее, из Юты в штат Невада. На самом деле, я был удивлен. Мне всегда казалось, что штат Невада – это бестмашная пустыня и немножко пустынных таких песочного цвета гор. Потому что в феврале этого года мы уже были в этом штате, и, правда, южнее гораздо. Мы ехали из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Естественно, на юге – это километров, наверное, 500 южнее. Там было тепло. Там градусов 25 было в феврале. Сейчас ноябрь месяц, и мы едем по северной части Невады, и здесь реально холодно. И вот сейчас наш режиссер должен показать вам те красоты, которые мы проезжали. На самом деле, погода менялась очень серьезно. От дождя до снега, снегопада. Мы заезжали в горы, где уже лежит снег. Потом съезжали на равнины. А был участок дороги, когда мы проезжали так называемое высохшее соленое озеро. Это просто там, не знаю, десятки километров сплошного белой соли, которая лежит ровно на поверхности. И она просто окружала нас. То есть справа высохшее соленое озеро и дальше горы. Так, были участки, где просто я засек, около 70 миль не было ни одной заправки. Это означало только одно. Если у тебя вдруг закончится бензин, то пешком тебе придется толкать машину очень далеко. Я еду впереди немного, километров, миль 50 вперед. Александр едет, соответственно, сзади нас. И я вот уже предупредил его, позвонил, чтобы он заправлялся как можно чаще, потому что заправок здесь как бы мало. Ну что, каждые 70-80 миль нет ни одной заправки. Необычный край, необычное количество пустынь, гор, рек, поэтому опять же будете проезжать. Езжайте в штат Невада, можете по северу проехать, но обязательно будьте бдительны, здесь количество заправок резко снижается. И бывают сплошные пустыни, где нет ничего. Сегодня я хочу немножко рассказать вам про систему здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. И отчасти вы возрадуетесь, что у нас здравоохранение, на мой взгляд, может не по качеству лучше, но по условиям уж точно лучше. Ну, допустим, в Соединенных Штатах Америки мои друзья в среднем платят от 300 до 500 долларов ежемесячно за страховку медицинскую. Что это значит? Это значит, что они имеют право обратиться со своей медицинской страховкой в лечебные учреждения и получить соответствующую помощь. Но нужно понимать, что вот эти 300, 500, давайте возьмем в среднем 400 долларов в месяц, которые они платят, не позволяет им, как бы, лечиться каждый день, там, перелечиваться. Нет. Как правило, если вот страховка в этом диапазоне цены, то, да, то есть 300, 500, то это значит, что, скорее всего, есть так называемая врач-железа. Это значит, что в среднем где-то до 300 долларов обращение к врачу оплачивает сам пациент. То есть вы пришли к врачу, врач вам выписывает за прием, допустим, 100 долларов в счет. И этот счет вы должны оплатить сами. Страховка, как правило, не покрывает такие мелкие счета. Это создано для того, чтобы вы не ходили каждый день по врачам и не дергали строковую компанию. Потому что каждому, кто платит по, там, 400 долларов в месяц, хочется отбивать эту стоимость. Тем не менее. Поэтому все мелкие проблемы, как правило, пациент решает за свой счет. И есть вот такое негласное правило, что лучше в Штатах не болеть, просто не болеть. Потому что это вот очень-очень дорого. Допустим, яркий пример этого, вот, кстати, по поводу туристических медицинских страховок. Знаете, это когда мы выезжаем за рубеж. Ну, либо принудительно, когда мы в Турцию, допустим, едем, да. Либо, допустим, сейчас я купил себе медицинскую страховку на период своего пребывания здесь. И получается следующим образом. Моя жена немного повредила себе ногу и связку потянула. И мы решили обратиться к врачу, потому что она ходить не могла, наступать на ногу. И мы решили позвонить по медицинской страховке, узнать, куда можно обратиться, чтобы у нас сделали рентген, нет ли там трещины или еще что-то. В итоге нас направили в государственную клинику в городе Чикаго. Когда мы туда прибыли, был небольшой шок, потому что в очереди, то есть была большая очередь, и в этой очереди стояли люди, так скажем, без определенного места жительства. При том, скорее всего, они были, некоторые из них были под наркотиками, а некоторые были не в состоянии даже ходить. Ну, то есть люди были похожи из фильма, не знаю, там, «Ходячие мертвецы», что-то типа того. То есть это был просто ужас. Поэтому взглянув один раз на них, мы решили, что лучше мы поедем куда-нибудь в другое место, заплатим деньги, где нас посмотрят. Потому что по той страховке, куда нас определили, это городская центральная больница, это был просто ужас. Честно говоря, в России я такого еще не видел. Я видел разные ужасные клиники, но чтобы именно такие там люди были, да, то это ужас. Поэтому медицина здесь хороша, когда у тебя денег очень много или у тебя очень хорошая медицинская страховка. А что делать, скажете вы? Ну, то есть 400 долларов в месяц, представьте, да, чтобы вы платили им сейчас 400 долларов в месяц. Это примерно столько, сколько страховка какого-нибудь Мерседеса С-класса в год, да, получается. То есть вся система США медицинская считает, что ваш организм, это даже лучше, стоит дороже, чем любой Мерседес С-класса. И обслуживание вашего тела стоит как минимум на уровне Мерседеса С-класса, да, представительского. В странах СНГ, в России, в частности, считают, что здоровье очень дешевое у нас. И поэтому либо практически бесплатное, ну, то есть бесплатное, либо стоит очень и очень недорого. Нередко говорят, нередко советуют людям, которые уезжают на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки или в Европу, говорят, делайте зубы в России. Да, потому что здесь зубное протезирование просто может обойтись без преувеличения в десятки тысяч долларов. Да? Поэтому медицина дорогущая, и спросите вы, а как же живут те люди, у которых не получается платить по 400 долларов в месяц? Ну, ответ появляется сам собой. Неважно, они живут, естественно, то есть уровень жизни таких людей резко здесь снижен. Получается, что если случается какое-то плохое состояние, то есть случается что-то ужасное, то им просто нечем заплатить, и они просто умирают. Конечно, есть случаи, допустим, экстренной помощи, как вы попали в аварию, у вас там какой-то частный случай, который может случиться, и вы можете прийти в больницу, вас могут доставить, или вы можете сами прийти, из-за этого руку сломали, оторвали вам руку, неважно. То есть какой-то экстренный случай, если вы приходите с этим экстренным случаем в больницу, вам не имеют права отказать. Но отказать-то не имеют права, да, вас вылечат, наложат вам швы, не знаю, там еще что-то сделают. Но суть в другом то, что все это будет стоить денег. То есть они наложили, представьте, вы сломали руку или там пришли в больницу, вам наложили шину, и вы думаете, вас там просто отпустят? Нет. Они выпишут вам счет. То есть они скажут, шина стоит там 3 тысячи долларов. Поверьте, цены примерно, какие я вам называю, такие они здесь и есть. Шина – 3 тысячи долларов, работа врача-специалиста там 2 тысячи долларов, итого 5 тысяч долларов. Вот они поработали с вами час, 5 тысяч долларов счет вам выставит. И этот счет вы должны будете оплачивать. Вы скажете, как же я могу оплатить счет, если у меня зарплата там тысяча долларов, да? Ничего страшного. Вы будете оплачивать этот счет, там, с вашей зарплаты будут взыскивать, там, 50 долларов в месяц. Но все равно этот счет вы будете. И как иначе, просто без вариантов. И к тому же выписывание счетов. Вот, допустим, представим ситуацию в России. Вы пришли там к какому-нибудь хирургу, да? Он посмотрел вас и говорит, ну, батенька, я вас посмотрел, нашел у вас там, не знаю, уж какую-то проблему. Вот за осмотр я с вас там хочу 100 долларов. Вы говорите, батенька, не шли бы вы лесом, батенька, я не буду оплатить вам за 100-100 долларов, там, за 10-минутную консультацию. Но вы поругаетесь и уйдете. Он вряд ли что-то с вами сделает. Здесь все очень просто. Вы пришли к врачу. Он посмотрел, не знаю, так, откройте рот, больной. Вы открыли рот. Он посмотрел, у-у-у, как все плохо. Ну что ж, приходите ко мне на прием на следующую неделю, к примеру. Вы говорите, хорошо. Он говорит, ну, за то, что вы открыли рот, и я посмотрел, что с вашим горлом, а с вас 150 долларов. Вы говорите, я платить не буду. Он говорит, я ничего не знаю, но у вас есть правило, вы заполняли анкету. Этот счет, который я сейчас выписываю, придет вам по почте. То есть здесь счета выписывается по почте. Не говорят, идите, оплачивайте вон туда, куда-то. Нет. Он говорит, счет мы вам пришлем. А как в России было бы, если вам счет прислали бы? Вы бы сказали, я никакого счета не видел, платить не буду. Здесь все просто. У счета есть срок годности, скажем так. Вот он вам прислал через неделю счет на почту, 150 долларов, где есть конечная дата, когда вы должны оплатить это, погасить это счет. Если вы не погасите, начинается начинание пения. Через какое-то время данное учебное заведение, медицинское учреждение, может спокойно подать в суд. Здесь суд очень легко и быстро. Вы приходите в суд, говорите, вот есть некий пациент, вот его подпись, анкета, что он готов платить по всем нашим счетам, но он не платит. И суд за 15 минут выносит решение судебное о том, чтобы принудительно с вас, с вашей кредитной картой, с вашей дебетовой картой взыскать деньги. Если там денег нет, то с работодателя взыскать, значит, деньги, чтобы он выплатил. То есть процесс отъема у населения денег достаточно простой и безболезненный. То есть не надо ни за кем бегать и так далее. Пришел в суд, суд за 15 минут все выдал, и он же взгал с вас. То есть вы не успеете обернуться, как у вас было на карточке 150 долларов, а уже ноль. Почему думаете вы, а просто суд с вас принудительно эти деньги снял? Поэтому никто ни за кем бегать не будет. Просто берут и снимают их деньги. Вот такая система как бы отчасти страхования США. Тут господин Обама замутил так называемую реформу Обамакер. И смысл ее заключался в том, чтобы даже те, у кого нет страховки, кто не может за нее заплатить, им оказывалась помощь. Но им оказывалась помощь. Это значит, что кто-то должен платить за эту помощь. И повесили, повесили вот этот, скажем так, процент. То есть на кого повесили они вот эту оплату? Повесили на работодателей. То есть теперь работодатели еще должны платить дополнительные проценты в фонд медицинской помощи, чтобы люди, у которых не имеют возможности оплатить медицинскую страховку, получали ее, невзирая на то, что у них есть деньги или нет денег. Поэтому все это, опять же, легло на плечи работодателей и бизнесменов и так далее. Чтобы этого избегать, не избежать, многие бизнесмены перешли на другой трудовой договор. Как я вот уже рассказывал, трудовые отношения в США, они начинают не брать себе на работу людей, да, по так называемой employee, а заключать контракты. Поэтому сейчас многие работодатели просто отказываются брать на работу, не платить себе налоги медицинские, там, пенсионные и так далее. Проще взять так называемый контрактор, то есть по контракту. И это тем самым уменьшает фонд вот этого медицинского страхования. Поэтому отчасти реформа, как бы, и вроде удалась и провалилась одновременно. Вот так вот. Поэтому будете в Америке, берите с собой побольше денег, старайтесь не болеть, пейте витаминки. Кстати, последний такой момент. В США очень сильно развита система различных пищевых добавок, то есть начиная от всяких протеинов, ну, это уже в России тоже появляется. То есть здесь протеин пьет не только тот, кто занимается спортом, а просто обычный человек в виде как дополнительного источника белка. В магазинах целые полки различных витаминов, минералов и так далее. Здесь целая сеть в США есть. А магазинов под названием, ну, сейчас витамин шоп, то есть по-русски как бы магазин витаминов. Это целый магазин, где есть все. Все пищевые добавки, все, что только хотите. От рыбьего жира до, там, не знаю, витамина С в лошадиной дозе. То есть все, все, все. И вот эти сети, они здесь по всем штатам. Поэтому вопрос о здоровье здесь стоит так остро достаточно. Вот. В принципе, наверное, все. Конечно, можно говорить бесконечно о медицине США, но вот так вот. Все очень дорого, иногда качественно. Ну, и, наверное, все. А мы продолжаем двигаться по холмистой местности штата Невада в сторону города Рино. Надеюсь, уже осталось 200 миль до него. А там уже начинается штат Калифорния. Куда мы, собственно говоря, и стремимся на наши путешествия. Ну, наверное, пока на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.